Забота о здоровье человека. Нет в нашем социалистическом обществе более важной социальной задачи. Решение ее обеспечивается всей системой советского здравоохранения. Научную основу выполнения этой благородной задачи создает Академия медицинских наук СССР. О ней наш рассказ. В центре Москвы на улице Солянка размещается президиум Академии медицинских наук СССР. Здесь встречаются действительные члены и члены-корреспонденты Академии. Их около 300 человек. Первым президентом Академии был избран выдающийся хирург и организатор здравоохранения академик Николай Нилович Бурденко. В разные годы президентами Академии избирались академики Николай Николаевич Анечков, крупный патолог. Александр Николаевич Бакулев, основатель советской школы грудной хирургии. Владимир Дмитриевич Тимаков, известный ученый-микробиолог. В настоящее время Академию возглавляет крупнейший онколог, академик Николай Николаевич Блохин. Он избирался президентом Академии также с 1960 по 1968 годы. Академия медицинских наук Советского Союза подходит к своему сорокалетию. Организованная в 1944 году, когда еще не отгремели залпы Великой Отечественной войны, Академия на протяжении всех этих лет является штабом медицинской науки, как они говорят, то есть это высший орган по медицинской науке в стране, работающий в комплексе и тесной близости с Министерством здравоохранения Советского Союза. Это учреждение, которое занимается планированием координации научных исследований по всему Советскому Союзу. Академия медицинских наук – это крупное медицинское учреждение, в состав которого входит более 50 научных институтов. Среди них крупные научные центры. Академия на каждом этапе развития нашего общества стремится в первую очередь разрабатывать наиболее важные проблемы для данного этапа, наиболее важные проблемы для здравоохранения. Ряд важнейших проблем сегодня курируется комитетом по науке и технике. Научные программы по этим направлениям исследований, составленные президиумом Академии, утверждены как государственные программы. Таким образом, Академия объединяет, по сути говоря, крупнейших ученых-медиков страны. Она руководит медицинской наукой в стране, работая в тесном контакте с Министерством здравоохранения СССР и считает, что основные задачи Академии сводятся к тому, чтобы все, что разработано учеными, как можно быстрее внедрялось бы в служила бы интересом человека советского, стремилась бы к тому, чтобы помочь больным и, главным образом, предупредить болезни, поскольку профилактическое направление свойственно советской медицины буквально с первых дней советской власти. Высшим органом Академии является общее собрание ее членов. В периоды между его сессиями деятельностью Академии руководит президиум. В структуре Академии четыре отделения. Клинической медицины, медико-биологических наук, отделение гигиены, микробиологии и эпидемиологии, а также сибирское отделение. В отделение входят институты, их филиалы и самостоятельные лаборатории. Они размещены в разных городах страны. Знакомство с научно-исследовательскими учреждениями Академии мы начнем в Ленинграде. В этом городе находится институт экспериментальной медицины, история которого тесно связана с историей отечественной медицинской науки. Около ста лет тому назад здесь было основано первое в России гражданское научно-исследовательское медицинское учреждение. В этих стенах Академик Иван Петрович Павлов создавал свое учение о высшей нервной деятельности человека. Здесь бережно сохраняется все, что связано с жизнью и деятельностью великого ученого. Сегодня структура института имеет многопрофильный характер. Его сотрудники участвуют в разработке и реализации многолетних целевых программ. Среди них ведущие. Роль индивидуально формирующейся и врожденной памяти в механизмах нормальных и патологических реакций. Механизмы развития атеросклероза. Неспецифическая резистентность. В традициях института связь фундаментальных исследований с задачами практического здравоохранения. Одним из примеров этого служит создание нового направления – стереотоксической неврологии. Использование вживляемых в мозг электродов при лечении заболеваний, которые еще недавно считались неизлечимыми, позволило на качественно новом уровне развернуть исследования механизмов психической деятельности. Ученые впервые раскрыли общие принципы ее мозгового обеспечения. Сформулировали представления о принципах физиологического кодирования состояний и активности в центральной нервной системе. Руководит исследованиями директор института, академик Наталья Петровна Бехтерева. Чтобы продолжить знакомство с институтами Академии, перенесемся в Москву. Здесь находится большинство учреждений Академии медицинских наук. Один из старейших – институт общей патологии и патологической физиологии. Его сотрудники исследуют общие закономерности заболевания и выздоровления, а также типовые патологические процессы. Здесь изучают тонкие механизмы расстройств микроциркуляции и реологии крови, а также влияние нервной системы и физиологически активных веществ на микроциркуляцию. В сонную артерию подопытного животного вводят препарат аденозин-дифосфат. Как это отразится на кровотоке? В нем возникают специфические изменения. Ток крови замедляется. В отдельных сосудах он полностью останавливается. Исследования позволили сформулировать новое представление о патогенезе и терапии воспаления – одного из самых распространенных типовых патологических процессов. В институте создана оригинальная теория, которая позволила впервые получить экспериментальные модели ряда нейропатологических синдромов, в частности, кататонию. Новая теория разработана под руководством директора института, профессора Георгия Николаевича Крыжановского. Предложены новые подходы к патогенетической терапии таких синдромов. Институт нормальной физиологии носит имя Петра Кузьмича Анохина. Основываясь на разработанном им учении о функциональных системах организма, в институте комплексно изучают механизмы целенаправленной деятельности животных и человека, а также системные механизмы эмоциональных стрессов. Принципиально новым направлением стало исследование молекулярных механизмов целенаправленного поведения. Здесь изучают влияние на него олигопептида. Электрод введен к ролику в центр страха, в гипоталамус. Раздражение током вызывает естественную оборонительную реакцию. В опыт взяли ангиотензин-2. Аппликация на глаз. Через 15 минут центр страха блокирован. Оборонительная реакция отсутствует. Препарат влияет на мотивацию поведения. Руководит исследованиями директор института профессор Константин Викторович Судаков. Изучением молекулярных основ патологии человека занимаются в институте биологической и медицинской химии. Исследования ведутся под руководством директора института профессора Василия Николаевича Ореховича. Они сосредоточены на трех ведущих проблемах. Ученые изучают молекулярные механизмы регуляции ферментных процессов в норме и при патологических состояниях. Молекулярные механизмы функционирования аппарата биосинтеза белков в норме и патологии. А также молекулярные основы врожденных нарушений обмена. Институт разработал и внедрил в производство методы химического синтеза нескольких десятков различных аминокислот, пептидов и антибиотиков, которые уже широко применяются в медицинской практике. Исследования структуры и свойств ферментов ведут в Институте медицинской энзимологии. Для этих работ необходимы большие массы микробных клеток. Их выращивают в специальных аппаратах, ферментерах. В Институте был открыт вид микрокопка из которого выделили фермент гистидин-дикарбоксилазу. Этот фермент катализирует образование гистамина из гистидины. Фермент получен в кристаллическом виде. Одновременно изучается механизм действия ингибитора гистидинала, который блокирует выработку гистамина. Большое внимание уделяется исследованиям пуринового обмена. Был изучен фермент аденаза, который обнаруживается в тромбоцитах при лейкозе. В норме этот фермент в тромбоцитах отсутствует. Возглавляет эти работы научный руководитель Института вице-президент Академии профессор Сергей Сергеевич Дебов. В институте приступили к созданию банка генов человека. Он будет иметь большое значение для молекулярной диагностики наследственных болезней. Разрешение многих задач медицинской науки и практики здравоохранения связано с разработкой проблем эндокринологии. Коллектив Института экспериментальной эндокринологии и химии гормонов под руководством директора Академика-секретаря отделения медико-биологических наук профессора Николая Алексеевича Юдаева внес значительный вклад в разработку оригинальной схемы биогенеза стероидных гормонов коры надпочечников. Институт работает над расшифровкой структур белковых гормонов и выделением и изучением физиологически активных веществ. Это позволило создать лекарственные формы гормона роста человека, синтезировать инсулин, идентичный инсулину человека, получить другие препараты, оказывающие действие на гормональную систему человека. В клинике Института разрабатываются методы диагностики и лечения эндокринных заболеваний. У юноши приступ диабета. Аппарат Биостатер позволяет осуществить компенсацию. Положительные результаты получены при лечении заболеваний надпочечников и их осложнений. Такой поступила в клинику Института больная пятилетняя девочка. Проведенный курс лечения сделал ее практически здоровой. Институт морфологии человека. Здесь изучают патологическую анатомию и патогенез важнейших болезней человека, а также морфогенез клеток, тканей и организма. В лаборатории роста и развития изучают регенерацию тканей в различных условиях. Например, выявляют особенности деления миоцитов при инфаркте. В институте разработали метод точной диагностики неспецифических заболеваний легких с помощью сканирующего электронного микроскопа. Это эпителиальные клетки из смыва бронхов человека. Под руководством директора Института профессора Александра Павловича Афцина разработаны теоретические основы советской географической патологии. Выявлены новые формы краевой патологии, такие, например, как северная гипертония. Принципиальные вопросы диагностики и лечения наследственных болезней человека разрабатывают в Институте медицинской генетики. Исследования ведутся на молекулярном, хромосомном, организменном и популяционном уровнях. В Институте синтезированы некоторые гены человека, в частности, глобиновый ген, изменения которого приводят к заболеваниям крови, гемоглобинопатиям. Распространение этих болезней было изучено среди населения Средней Азии и Закавказья. В лаборатории мутагенеза директора Института, главный ученый-секретарь Президиума Академии профессор Николай Павлович Бачков вместе с сотрудниками изучают наследственные изменения, которые возникают под воздействием химических соединений и других факторов окружающей среды. Изучение наследственных болезней на клеточном уровне служит основой для медико-генетического прогнозирования здоровья потомства. Институт является центром по медико-генетическому консультированию и способствует широкому развитию этой важной деятельности в стране. Практическая медицина уже располагает реальными возможностями возвращать к жизни людей после клинической смерти. Необходимые для этого мероприятия были разработаны в лаборатории общей реаниматологии. В лаборатории изучают закономерности процессов умирания и восстановления жизненных функций организма выявляют специфические особенности, которые характеризуют жизнь на стадиях умирания и оживления. Исследования, которые возглавляет руководитель лаборатории профессор Владимир Александрович Неговский, позволили сформулировать основные принципы реаниматологии как науки. Сейчас исследование направлено на выявление возможности оживления организма при удлинении срока клинической смерти. У животного клиническая смерть. Прошло 15 минут. Снова бьется сердце. Все функции организма восстановлены. На берегу Черного моря в Сухуме находится институт экспериментальной патологии и терапии. Здесь решается актуальная проблема создания в Советском Союзе собственных резервов приматов, необходимых для нужд экспериментальной и практической медицины. Уже ряд лет несколько стад павианов-гамодрилов живут в условиях свободного поведения в местных лесах. Все свидетельствует о том, что процесс акклиматизации проходит успешно. Для содержания и разведения большого количества обезьян созданы специальные питомники в Абхазии и в Краснодарском крае. Успешное развитие этих работ основано на многолетнем опыте института, в вольерах которого в его уникальном стаде содержатся особи уже десятого поколения, рожденные в Сухуми. Большое место в исследованиях, ведущихся в институте, отводятся этиологии и эпидемиологии гемобластозов-приматов. Была получена экспериментальная модель гемобластоза человека в опытах на обезьянах. Показана роль вируса в развитии заболевания и установлены эпидемиологические закономерности его распространения. Руководит исследованиями директор института профессор Борис Аркадьевич Лапин. Для разработки теории и практики экспериментов на лабораторных животных создана лаборатория экспериментально-биологических моделей. Здесь разводят линейных животных и мутантов с наследственной патологией. Получают в лаборатории и гнотобиотов. На таких животных, родившихся и живущих в стерильных условиях, изучают развитие иммунитета. Для решения важнейших актуальных задач медицины в Академии создано несколько крупных научных центров. Этот комплекс зданий Всесоюзного кардиологического научного центра в Москве сооружен на средства, полученные от труда советских людей на коммунистическом субботнике в память о Владимире Ильиче Ленине. Ученым центра впервые в условиях культуры клеток удалось имитировать процессы, которые происходят в сосудах человека при развитии атеросклероза. Была выявлена роль в этом различных липопротеидов, содержащихся в крови, и состояние стенки сосудов. В центре получены высокоэффективные лечебные препараты и мобилизованные ферменты, которые обладают большой активностью и устойчивостью. В качестве лекарственных форм предложены синтезированные здесь различные аналоги природных пептидов. Одно из важных направлений исследований это разработка вопросов энергетики миокарда. В частности, изучение роли креатинно-фосфокиназных систем. Доказано, что эффективно регулировать сердечный ритм можно с помощью соединений, воздействующих на движение свободных ионов кальция в клетках. В клинике центра в распоряжении врачей все необходимые методы исследований. Рентгенотомография сцинциляционная гамма-камера, с помощью которой можно наблюдать за сократительной функцией сердца. Выявить отклонения помогает и эхокардиография. В центре впервые было применено интракоронарное введение тромболитических средств. Здесь обеспечено непрерывное интенсивное наблюдение за тяжелыми больными. Благодаря методам реабилитации, разработанным в центре, почти 80% лиц, перенесших инфаркт миокарда, возвращаются к прежнему труду. Руководит Всесоюзным Кардиологическим Научным Центром член Президиума Академии академик Евгений Иванович Чазов. Во многих городах страны ученые центра развернули работы по массовой профилактике ишемической болезни сердца с целью выявления факторов риска обследования в первую очередь проходят работники крупных промышленных предприятий, а также различные группы населения по месту жительства. У многих были обнаружены факторы риска. Им даны необходимые рекомендации. Среди тех, кто соблюдает рекомендации врачей, наметилась явная тенденция к уменьшению факторов риска и снижению заболеваемости ишемической болезнью сердца. Изучением основных факторов этиологии и патогенеза заболеваний ревматологического профиля занимаются в Институте ревматологии. Его возглавляет профессор Валентина Александровна Насонова. Важное значение при обследовании имеют иммунологические методы, которые позволяют выявлять нарушения в иммунной системе больного, сопровождающиеся образованием широкого спектра аутоантител. Разработан метод ранней диагностики болезней суставов с помощью гамма-камеры с применением препаратов на основе технеция-99М. Метод позволяет исследовать костные структуры и мягкие ткани суставов. Наряду с медикаментозными методами большое значение имеет лечебная физкультура. Специальный аппарат снимает статические нагрузки, расслабляет мышцы. Система упражнений позволяет добиваться увеличение объема движений в суставах. Разработаны специальные упражнения для ревматоидной кисти. Они позволяют восстанавливать навыки производственных и бытовых манипуляций. Над проблемами диагностики и хирургического лечения заболевания сердца и сосудов работают ученые Института сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Экспериментаторы исследуют на моделях сердца человека, характер тока крови в норме при различных пороках и подбирают протезы, обеспечивающие наиболее адекватный режим потока. Здесь создают и испытывают различные модели искусственных клапанов сердца и протезов сосудов. В институте разработаны методы оригинальных операций при сложных пороках сердца, которые ранее не поддавались лечению. Для операций на сердце применяют искусственное кровообращение и гипотермию. Проводит операцию директор института профессор Владимир Иванович Бураковский. Впервые в стране здесь стали применять компьютерное наблюдение за больными в послеоперационном периоде. Математическое моделирование с помощью ЭВМ позволяет прогнозировать реакцию организма на введение лекарственных препаратов и проверять их действия. Это обеспечило резкое снижение послеоперационной летальности. Значительным достижением института явилась организация экстренной хирургической помощи новорожденным с врожденными пороками сердца. Хирургические методы успешно применяются для лечения пороков сердца у детей различного возраста. Всесоюзный онкологический научный центр первый центр созданный в Академии. Он сооружен на средства полученные от коммунистического субботника в ознаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Здесь ведутся широкие исследования направленные на выявление причины механизмов перерождения клеток в злокачественное. Одно из направлений в онкологии химиотерапия. Ученые создают новые лечебные препараты. Перед тем, как поступить в клинику все препараты проходят экспериментальную проверку. Слева мышь после лечения, справа контроль. В центре много внимания уделяют разработке методов ранней диагностики рака. С успехом используется скинография, гоммография, тепловидение, компьютерная томография. Эндоскопия позволяет врачам наблюдать внутренние полости и в некоторых случаях осуществлять хирургическое вмешательство. Постоянно совершенствуются хирургические методы лечения. Оперирует директор центра, президент академии, академик Николай Николаевич Блохин. Один из ведущих хирургов центра, профессор Николай Николаевич Трапезников, применил при остеогенной саркоме методику замены пораженного сустава искусственным вместо ампутации конечностей. Такая сохранная операция позволяет восстанавливать двигательные функции. Для бескровного удаления опухолей применена криогенная техника, обеспечивающая глубокое замораживание больной ткани. Лечение ведется комплексно. Хирургические методы сочетаются с химиотерапевтическими и с лучевой терапией. В центре проходят стажировку онкологи из разных стран. В рамках Всемирной организации здравоохранения осуществляется широкое международное сотрудничество. Расположенный недалеко от Москвы в городе Обнинске Институт медицинской радиологии занимается изучением механизмов радиационного поражения и восстановления. Большое внимание здесь уделяют радионуклидным методам исследования больных. Руководит институтом профессор Анатолий Федорович ЦИП. Ученые ищут способы оптимизации воздействия ионизирующего излучения на опухолевые клетки. Одним из перспективных направлений поисков стала гипокситерапия. Оказалось, что в условиях пониженного содержания кислорода здоровые клетки меньше поражаются радиацией. Сейчас больной дышит газовой смесью, в которой всего 10% кислорода. Это позволяет безопасности для здоровья увеличивать дозу радиационного облучения, направленного на опухолевые клетки. Установлено также, что локальное нагревание опухолевых клеток примерно до 41 градуса по Цельсию снижает их способность к пострадиационному восстановлению. Используя это свойство опухолевых клеток, в институте разработали методику гипертермии. Основные задачи ученых Всесоюзного Центра Психического Здоровья изучение эндогенных психозов и выявление возможностей предупреждения психических заболеваний. Представления об отклонениях мозговой деятельности дают исследование биотоков мозга при различных раздражениях. Углубленное изучение клиники психических заболеваний дополняется биохимическими, биофизическими и другими методами исследований. Здесь на гуморальном уровне изучают иммунные реакции больных шизофренией. Важное направление научного поиска изучение функций и структуры мозга здорового и больного человека. В результате исследований, проведенных под руководством директора Центра профессора Андрея Владимировича Снежневского, получены статистические характеристики распространенности отдельных форм эндогенных психозов. Создана классификация психозов, позволяющая определять формы течения болезни и предсказывать ее исход. Изучением сосудистых, наследственных и инфекционных заболеваний нервной системы занимаются в Институте неврологии. Здесь разработаны и внедрены новые методы диагностики и лечения инсульта, включая хирургические. Они позволяют предупреждать развитие некоторых видов инсульта и снижать летальность от нарушений мозгового кровообращения. В Институте разработаны методы ранней диагностики и лечения тяжелых наследственных экстрапирамидных заболеваний нервной системы. Например, больных гепатоцеребральной дистрофией. Эту женщину лечение избавило от тяжелого недуга. Она теперь может вести нормальную жизнь. Впервые в стране работники института применили для диагностики компьютерный томограф. Он позволяет получать прямое изображение структур и очаговых поражений мозга. Руководит институтом профессор Евгений Владимирович Шмидт. В Институте нейрохирургии имени Бурденко разрабатывают научно-практические проблемы хирургического лечения заболеваний нервной системы. Институт располагает возможностью проведения разнообразных клинических обследований. Разработанные в Институте методы хирургического вмешательства позволяют лечить многие заболевания, которые прежде считались неоперабельными. У больного в результате травмы образовалась каротидно-кавернозная соустья. При рентгенокиносъемке видно нарушение потока крови. Для нового метода лечения создали и специальный инструмент. Этот расширяющийся баллон-катетер вводится в соустье. Он заполняется быстро твердеющим полимером. Соустье выключено, восстанавливается нормальный топ крови. Благодаря методике, разработанной под руководством директора Института, профессора Александра Николаевича Коновалова, с помощью микрохирургической техники теперь успешно удаляют опухоли труднодоступной локализации. Новые методы лечения позволили значительно уменьшить постоперационную летальность и повысить радикальность операций. Всесоюзный научный центр хирургии. Принципиально новым направлением в медицине стал метод гиперборической оксигенации. В центре сооружен самый крупный в мире комплекс гипербаротерапии. В баропалатах и барооперационных создается повышенное давление кислорода. При многих заболеваниях это дает хороший терапевтический эффект. Гипербарическая оксигенация позволяет проводить операции, для выполнения которых в обычных условиях существуют противопоказания. На открытом сердце оперирует директор центра академик Борис Васильевич Петровский, автор многих операций в различных областях хирургии. Под его руководством ведутся работы по созданию искусственного левого желудочка сердца. В центре получило развитие новое направление бескровной хирургии, рентгенохирургии. У больного стеноз коронарной артерии. Сужение ее хорошо видно в верхней части кадра. В этот участок артерии вводится баллон. Он расширяется под большим давлением. Происходит компрессия от эроматозных масс. В результате проходимость коронарной артерии восстанавливается. Разработкой хирургических методов лечения многих тяжелых заболеваний занят коллектив Института хирургии имени Вишневского. Среди многих новых операций здесь разработана оригинальная операция ваготомии, которая значительно улучшает состояние больного при язвенной болезни желудка. Автор операции, директор Института, член Президиума Академии, профессор Михаил Ильич Кузин. В институте создан эффективный метод лечения травм и раневых инфекций в условиях управляемой абактериальной среды. Пораженная конечность помещается в пластиковый изолятор, в который подается стерильный воздух, заданные температуры и влажности. В результате сроки лечения значительно сокращаются. Ожоговое отделение Института является всесоюзным ожоговым центром. Метод комплексного лечения в палатах с ламинарным потоком стерильного воздуха позволяет успешно лечить тяжелые ожоговые поражения. Одна из важнейших задач современной медицины борьба с инфекционными заболеваниями. В Институте эпидемиологии и микробиологии имени Гомолея эта работа ведется совместно эпидемиологами, микробиологами и иммунологами. Здесь разработана технология производства инъекционного интерферона, специфического белка, который является эффективным профилактическим и лечебным средством при ряде вирусных заболеваний. Возглавил эти работы профессор Валентин Дмитриевич Соловьев. Большое внимание уделяется особо опасным инфекциям. Исследованиями по бруцеллезу руководит профессор Полина Альбертовна Вершилова. В отделе эпидемиологии под руководством профессора Аганесова-Горшаковича Бараяна разработаны математические модели прогнозирования развития эпидемии гриппа более чем для двухсот городов Советского Союза. Пути и методы борьбы с тяжелыми вирусными заболеваниями изучают в Институте вирусологии имени Ивановского в его различных лабораториях. В комплексе с другими учреждениями здесь ведутся работы по созданию противогриппозных препаратов и изучаются механизмы их действия. Ремонтадин и рибамид уже переданы в клиническую практику. Сотрудникам Института удалось найти и выделить из нуклеиновой кислоты аденовируса гены, ответственные за опухолевую трансформацию клеточных культур. Руководит исследованиями директор Института профессор Виктор Михайлович Данов. Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов Большим достижением коллектива Института стало создание высокоэффективного средства профилактики полиомиелита и организация производства живой полиомиелитной вакцины. Благодаря этому был ликвидирован полиомиелит в нашей стране. Сегодня советская полио-вакцина экспортируется более чем в 40 стран мира. Теперь профессор Михаил Петрович Чумаков, руководивший созданием вакцины против полиомиелита, со своими сотрудниками разрабатывает новые методы получения противовирусных вакцин. Исследования, которые возглавил директор Института профессор Сергей Григорьевич Дроздов, позволили установить, что причиной многих случаев острого гастроэнтерита в различных районах страны является неизвестный прежде вирус. Его назвали ротовирусом. В институте впервые разработаны методы выделения и размножения вируса гепатита и ротовируса в культурах клеток приматов. Культивирование вируса и получение его в больших количествах позволило приступить к созданию вакцины против ротовирусного гастроэнтерита и гепатита. Как известно, одним из решающих факторов в борьбе с болезнями являются лекарственные средства. В Институте фармакологии ежегодно синтезируют более 150 новых химических соединений. Каждая из них подвергается тщательному фармакологическому обследованию. Анализ в инфракрасном масс-спектрометре позволяет получить инфракрасный спектр препарата в жидкой, твердой и газообразной фазах. Все лекарственные средства проходят проверку на животных. В кошке введен новый психотропный препарат. В результате его действия агрессивная реакция подавлена. В последние годы в Институте были получены десятки эффективных лекарственных препаратов, нашедших успешное применение в практике здравоохранения. Руководит Институтом профессор Артур Викторович Вальдман. Институт по изысканию новых антибиотиков. Здесь ведут поиски биологически активных веществ природного происхождения, новых противоопухолевых и антибактериальных антибиотиков. Возглавляет Институт профессор Георгий Францевич Гаузе. Ученые ведут работы по биосинтезу антибиотиков и селекции штаммов продуцентов практически важных антибиотиков. Расшифровывается структура полученных биологически активных веществ. Для этого используют спектрометр ядерно-магнитного резонанса. Новые антибиотики проходят испытания на животных. Многие антибиотики, полученные в Институте, уже широко используются в медицинской практике. В программах развития страны большое значение придается освоению восточных районов. О научных медико-биологических разработках в Сибири и на Дальнем Востоке рассказывает председатель Президиума Сибирского отделения Академии профессор Юрий Иванович Бородин. Сибирское отделение связано своими задачами с теми большими проблемами, которые решаются на востоке страны в связи с развитием, социально-экономическим развитием этих районов. Я должен сказать, что человек в Сибири, по целому ряду регионов Сибири, находится в экстремальных, либо, как говорят, субэкстремальных климатогеографических условиях. За Уралом сейчас живет около 30 миллионов человек. Это и коренные жители, это и жители, которые приехали сюда в прошлом, это и только что приезжающие. И забота о здоровье всех этих различных популяций, всех этих различных групп населения, это важнейшая задача, которая и поставлена перед Сибирским отделением. Для решения больших задач, которые поставлены перед сибирскими медиками, наряду с уже существовавшими научно-исследовательскими институтами, в последние годы созданы и новые институты. Одной из важнейших задач в работах этих институтов является поиски тех путей, которые позволят людям, приезжающим в Сибирь, быстрее акклиматизироваться, найти оптимальные условия для жизни и труда. Существенный вклад в решение этих задач вносят и филиалы московских научных учреждений Академии. В разработке системы мероприятий по охране здоровья человека большая роль принадлежит находящемуся в Ленинграде Институту акушерства и гинекологии, который внес значительный вклад в развитие отечественного научного акушерства. В кабинете клинической физиологии разработаны методы диагностики нарушения развития плода и их лечения. Для наблюдения за плодом используются ультразвуковые приборы. Этот метод резко улучшил возможности диагностики. В институте создана оригинальная методика физиолого-психологической подготовки беременных женщин. Благодаря ее применению значительно облегчаются роды. В отделении новорожденных проводится комплексное обследование адаптации детей к условиям внеутробного существования. по разработке проблем охраны детства и лечению детских заболеваний ведущим в нашей стране является институт педиатрии. Мы в отделении недоношенных детей. Здесь специальные инкубаторные боксы. Руководит институтом профессор Митрофан Яковлевич Студеникин. В институте изучают в возрастном аспекте клинику различных заболеваний у детей. У недоношенных детей регулярно контролируют дыхательную и другие жизненно важные функции. Здесь используют все достижения медицинской техники. Сейчас регистрируется состояние ребенка при дозированной нагрузке. Специальный поворотный стол позволяет исследовать вегетативную, нервную и сердечно-сосудистую системы при различных положениях тела. В институте создана комплексная система, которая позволяет успешно лечить больных детей при разнообразных клинических вариантах и осложнениях. Здоровье людей в значительной степени зависит от условий окружающей среды. Среди задач института общей коммунальной гигиены имени Сысина определение нормативов допустимого содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. Регулярно в различных районах берутся пробы воздуха. они направляются в лаборатории для исследования на содержание вредных веществ. Допустимые пределы атмосферного загрязнения на длительный период выявляют в экспериментах, как отражается загазованность воздуха на поведенческих реакциях. В камере осуществляется непрерывное ингаляционное воздействие. Полученные в опытах результаты гарантируют безопасность для человека. по материалам исследований была создана новая система токсикометрических параметров и предложена методика ускоренного обоснования гигиенических нормативов. Руководит институтом профессор Геннадий Иванович Сидоренко. Институт гигиены труда и профессиональных заболеваний. Изучение влияния производственных факторов на организм человека и устранение вредных главное в работе института, который возглавляет профессор Николай Иванович Измир. В опытах изучается токсичность различных химических веществ. Сейчас исследуется метаболизм промышленного яда алилового спирта в печени животных. Как влияют токи промышленной частоты на организм? На специальном стенде ведется изучение этого вопроса. Рекомендации, выработанные специалистами, позволили существенно снизить патологию от воздействия в вибрации и шума. Работников института часто можно встретить в цехах фабрик, заводов, в шахтах. В значительной мере благодаря деятельности института уровень профессиональной заболеваемости в стране систематически снижается. характер питания еще один важный фактор, определяющий здоровье человека. В институте питания ведутся исследования, направленные на выяснение значения для жизнедеятельности организма, незаменимых пищевых веществ и расшифровку закономерностей ассимиляции пищи. Здесь изучают также новые источники пищевых веществ, разрабатывают продукты высокой пищевой ценности. Особое внимание уделяется получению высококачественных продуктов детского питания. Важным направлением деятельности института является разработка научных основ лечебного питания и рационального питания для людей различного возраста и различных профессий. Киев, столица Советской Украины. Здесь находится институт геронтологии, в котором разрабатывают основные вопросы, связанные с проблемой старения. В институте исследуют особенности функционального состояния различных систем организма у пожилых людей, вырабатывают лечебные и профилактические мероприятия, призванные обеспечить активное творческое долголетие человека. Возглавляет институт профессор Дмитрий Фёдорович Чеботарёв. В экспериментальных исследованиях изучаются закономерности и механизмы процесса старения на всех уровнях жизнедеятельности организма. Математические методы анализа позволяют провести объективную оценку различных причин процесса старения, выявить факторы, способствующие долголетию. Геронтологические исследования направлены на осуществление долгосрочной программы продления жизни. Итак, разработка научных основ сохранения здоровья человека от самых первых дней жизни и до преклонного возраста основное в деятельности институтов Академии медицинских наук СССР. Важнейшие вопросы этой деятельности обсуждаются на заседаниях Президиума Академии. В его состав входят крупные учёные. С теми из них, кто ведёт исследования в институтах Академии, мы уже познакомились. В президиуме также избраны учёные, работающие в других учреждениях. Академик-секретарь отделения клинической медицины стоматолог Анатолий Иванович Рыбаков. Академик-секретарь отделения гигиены, микробиологии и эпидемиологии вирусолог Фотар Георгиевич Анджапаридзе. Членами Президиума избраны эпидемиолог Виталий Дмитриевич Беляков, специалист по радиационной гигиене Леонид Андреевич Ильгин, нейрохирург Андрей Петрович Рамаданов. Результаты исследований по основным вопросам медицинской науки обсуждаются на сессиях Общего собрания Академии. Москва, колонный зал Дома Союза. Ученые-медики со всех союзных республик собрались на сессию Академии, чтобы подвести итоги развития медицинской науки за 60 лет существования Советского Союза. В работе Академии активно участвует министр здравоохранения СССР Сергей Петрович Буренков. Конечно, в одном фильме невозможно рассказать о всей деятельности Академии. Она многогранна. Плодотворные результаты исследований превратили Академию медицинских наук СССР в крупнейший научный и организационный центр, обеспечивающий развитие медицины на благо всего советского народа. Академия Академия Академия